Глубко уважаемые председатели, коллеги, прежде всего я хотел бы поблагодарить организаторов онкологического форума за предоставленную возможность выступить на столь авторитетном онкологическом мероприятии. Речь в нашем докладе пойдет о возможностях внутриполосной иммунотерапии у больных с опухолевыми плевритами, ацитами и перикардитами. Как вы все хорошо знаете, опухолевый сирозит встречается достаточно часто у больных с диссимирным опухолевым процессом. Примерно каждый второй пациент имеет то или иное проявление сирозита, или плеврит, или перикардит, их сочетание, или ацит с канцерматозом. Основные подходы к лечению, представленные на данном слайде, это самый простой симптоматический быстрый эффект. Это лапроцентез или торакоцентез с удалением жидкости, больному сразу становится легче, но это лишь только симптоматическая помощь. Системная терапия подходит в первую линию к опухолям, высокоочувствительным к химиотерапии. Это рак молочной железы, рак яичников, лимфомы, а вот для других опухолей, менее чувствительных к системной терапии, терапия на данном этапе может быть неэффективной. И, как вы хорошо знаете, разработаны способы внутрополосных введения как цитостатиков, так и истинных склерозантов. Хотел бы сказать, что когда в сирозную полость пораженной опухоли вводится цитостатик, такой как блеомицинцисплатин, они не действуют как противопухоли средства, они вызывают химическое раздражение в виде ожога и тем самым образуется склеивание и склерозация полости оболочек. Также в некоторых учреждениях применяются методы внутриполосной фотодинамической терапии, но не все центры это применяют, поскольку это требуется операция, стационар. Сейчас вообще тенденция, вы знаете, больше к амбулаторной помощи. Цель нашего исследования заключалась в разработке экспериментального обоснования оценки клинической эффективности и переносимости методов внутриполосной биотерапии у больных с различными опухоли и сирозитами, уже резистентными к системному лечению или резистентному к лечению изначально. В 2003 году это исследование проводилось в Российском онкологическом научном центре имени Блухина. Исследование проходило в течение 10 лет по утвержденному на ученом совете онкологического центра внутреннему клиническому протоколу. Критерии здесь отображены. Это возраст до 75 лет, это обязательно морфологическое подтверждение как самоопухоли, так и наличие именно опухолевого сирозита у пациента. Это статус до начала у нас варьировал от ЭКОК-1 до ЭКОК-3. То есть мы включали и пациентов, и тяжелых в это исследование тоже. И, соответственно, критерии достаточно стандартные, это отсутствие второй злокачественного поля метастазов в головной мозг. В своем исследовании мы применяли современные высокотехнологичные методы, такие как определение иммунофенотипа клеток, активированных лимфоцитов, мононуклеарных клеток. Использовали стандартные морфологические характеристики. Цитоксическую кулиновую активность лимфоцитов определяли методом МТТ-теста с использованием онтологичных окульных клеток как пациента и линии различных экспериментальных моделей и нормальных линий клэк и фибробластов. Пролиферативную активность клеток оценивали в кулометрическом тесте с витальным красителем. Оценку функциональной активности лимфоцитов и активированных лимфоцитов проводили с помощью иммуноферментного анализа. И также мы определяли уровень цитокинов, индукцию цитокинов активированными и неактивированными клетками и проводили статистическую обработку полученных данных. Схема генерации лак-клеток лимфоцитов заключается в том, что мы брали у больных с опухолиум плеверитом эксудат, передавали его в лабораторию иммунологическую, очищали от опухолевых клеток, получали только монокулярные клетки. И в присутствии с интерлекинов-2 в течение трех суток проводилась инкубация в специальных условиях, тестировали полученные клетки и дальше эти клетки передавались в клинику для внутрополосного введения. Полученные клетки морфологически были изучены. Вот здесь на данном электронной микроскопии мы видим, что лак-клетка представляет большую гранулярную клетку с укрупненным ядром, с обильной цитоплазмой. И самое главное, что она имеет псевдоподии, с помощью которых она прикрепляется к опухолевой клетке по типу иммунологического синапса и передает туда перфорины и гранзимы, тем самым вызывая независимый лизис опухолевых клеток. Также здесь на данной фотографии окраска по романовскому гимзе. Эти клетки активированы лимфоцитами, активно пролиферировали и поддерживали свою популяцию методом метоза. Методика внутриполосной биотерапии заключалась в следующем. Больные с перикардитом, плевритом и асцитом использовали систему для дренирования полости, система плевракан. Всем клиницистам хорошо известная, удобная. Плевракан для больных с перикардитом устанавливается на 5 суток, для больных с плевритом на 14 суток, а с больным асцитом на 21 сутки. Учитывая, что брюшная полость и сама брюшина имеют большие размеры по сравнению с полостью перикарда, поэтому введение производилось в 3 раза дольше, чем у больных с перикардитом. Во всех случаях мы использовали отечественный препарат рекомбинантный интерлекин-2, ронколекин, в дозе 1 миллион для всех пациентов и для всех локализаций. В зависимости от выбора лечения некоторые пациенты получали комбинацию ронколекина с лак-клетками, аутологичными или аллогенами против монотерапии интерлекином-2. До начала и в процессе внутриполосной биотерапии через 1-2 дня пораженная сирозная полость осушалась, и в конце биологической терапии плевракан удалялся. Эффект оценился всегда через 1 месяц методами лучевой диагностики и морфологическим контролем с помощью цитологического исследования остаточного эксудата. Эффект мы определяли, объективный ответ мы определяли с помощью лучевых методов стандартных, это компьютерная томография, рентгенография, ультразвуковая диагностика. За полный эффект мы применяем полное отсутствие эксудата через 1 месяц после окончания лечения. Частичный ответ – это небольшое количество эксудата, не требующего удаления, которое клинически незначимо. И объективный ответ мы оценивали – это суммация полного и частичного ответа, как это и в стандартах. Без ответа – это дальнейшее накопление эксудата, ухудшение клинической картины, нарастание симптомов. Рецидив мы оценивали как повторное накопление эксудата, не менее чем через 6 месяцев после окончания биологической терапии с наличием ее эффекта. Проводили иммунофентипирование как монуклеарных лейкоцитов, так и полученных из них с помощью интерлекина-2-аутологичных лак на третьи сутки. И мы видим из данной таблицы, что в популяции лак-клеток была повышена концентрация клеток с маркерами натуральных киллеров и маркерами активации лимфоцитов. Ту же самую ситуацию мы наблюдали и среди популяции аллогенных лак-клеток. Также по сравнению с контролем у них были повышены концентрации клеток с активационными маркерами и маркерами натуральных киллеров. К сожалению, здесь фотография не раскрылась, но хотелось отметить, что лимфокин-активированные киллеры, как аутологичные, так и аллогенные, имели высокую адгезивную способность, очень хорошо прилипали к пластиковому флакону, и тем самым это обусловливает их хорошие адгезивные свойства для более лучшего контакта с опухолевой клеткой. При изучении иммунофенотипов популяции лак было выявлено значительное количество клеток, процент, и при изучении влияния лак-клеток на нормальные клетки мы не видели здесь повышения цитоксичности их по отношению к нормальным клеткам линии лак. Таким образом, подведя итоги экспериментального фундаментального исследования, свидетельствует о том, что лимфокин-активированные клетки, полученные из лимфоцитов плеврального эксудата и периферической крови здоровых доноров, по своим морфофенотипическим и функциональным характеристикам могут быть отнесены к активированным лимфоцитам, содержащих в своей популяции значительное количество натуральных киллеров и обладающих высокой противоопухолевой цитотоксичностью. Дальше мы приступили в рамках клинического протокола к клиническим исследованиям, которые были проведены на базе отделения биотерапии опухолей. В целом в исследование вошло 203 пациента с опухолем-сирозитами. Они были разделены по локализациям на три большие группы. Я хотел бы отметить, что это самое большое крупное исследование по изучению внутриполосной биотерапии у больных сирозитом в мире. Встречались нам при анализе литературы очень небольшие исследования. И мы считаем, что у нас одно из самых больших анализ данной проблемы. 93 пациента были включены с эстетическими плевритами, 72 пациента с канцерматозом, брюшиной и асцитом, и 38 пациентов с перикардитом. Среди пациентов преобладали больные раком молочной железы, раком яичников и раком желудка. В исследовании основной цитологической формой была аденокарцинома. Она была зарегистрирована в 88 случаев аденокарцинома при различных новообразованиях. Пациенты с плевритом были разделены на три нейрандомизированные группы. Первая группа получала комбинированную терапию интерлекин-2 вместе с аутологичными лак-клетками, полученными из мононуклеарных клеток эксудата плеврального. Но это очень трудоемкий процесс, затратный, трудоемкий. И в последующем мы от него отказались и перешли на получение лак-клеток из мононуклеарных клеток здоровых доноров. Материал мы получали из отделения переливания крови Российского онкологического центра. Таких пациентов было 30. И самая для нас была интересная группа в плане изучения – это группа, где не проводилось введение активированных лимфоцитов, где мы вводили только один интерлекин-2 в пораженную опухолеплевральную полость. Как вы видите из характеристики пациентов, включенных в данную группу, преобладали пациенты раком молочной железы, раком легкого и раком яичника. И вот обратите внимание, что мы пациентов более чем 80% мы включали в достаточно тяжелом состоянии. Это ЭКОГ-2, ЭКОГ-3. Клиницисты знают, что это за пациенты и в каком состоянии они находятся. Это пациенты с выраженной одышкой, с выраженной слабостью, явлениями дыхательной, сердечной недостаточностью. И обратите внимание на нижнюю колонку, что пациенты 100% были уже предлечены. Из них 76% получали комбинированные комплексные лечения. Это пациенты, которые фактически исчерпали возможности современного системного лечения. И вот что мы получили в результате. Мы получили достаточно высокий объективный ответ. Вы помните, что я говорил, что объективный ответ – это полная и частичная регрессия плеврального эксудата. В группе с аутологичными клетками самая такая вот трудоемкая методика получения этих клеток – 92%. И аллогенные клетки – 93%. И что нас порадовало, и что, в общем-то, оптимизировало, что, в принципе, не было никакой достоверной разницы между группами, особенно в группе, где не было клеточной части. То есть в группе с интерлейкино-2 мы получили схожие ответы по сравнению с комбинированной клеточной терапией. Как я уже говорил, все пациенты, все пациенты до начала внутреполивральной и других видов терапии, все были верифицированы. Мы все знали и получали цитологическое заключение, что у них есть нецитатический плеврит. Вот на данном слайде показана исходная картина цитологической плеврального эксудата пациентки рака молочной железы, множественные конгломераты опухолевых клеток, так и рак молочной железы, так и при раке яичников. Мы видим единичные неактивированные лимфоциты в полях зрения. Далее эти пациенты получали внутреполивральный интерлейкин-2. И вот после пяти введений ронколейкина была следующая цитологическая картина. Во-первых, плевральный эксудат менял цвет. Мы замечали на середине лечения снижение темпов накопления плеврального эксудата. И цитологическая картина была следующая, что мы видели лизис опухолевых клеток за счет выраженного вала активированных лимфоцитов, которые взаимодействовали с клетками, вызывая их лизис. То же самое картина наблюдалась и у больных раком яичников. Здесь привожу просто некие наши клинические наблюдения. И в конце, после 10 введений ронколейкина, мы в 80% пациентов не находили опухолевых клеток в эксудате, а находили только группы активированных лимфоцитов, что коррелировало с наступлением через месяц клинического ответа, зарегистрированным лучевыми методами и осмотром пациента. Здесь я хотел привести пример. Это молодой пациент, 44 года, диссимированный рак почки, лечился интерфероном без эффекта. На фоне лечения интерферонов при прогрессировании появился выраженный метастатический плеврит с быстрыми темпами накопления геморрагического эксудата. Это очень, так сказать, прогностически плохая группа, геморрагический выпад и быстрые темпы накопления. И через 10 введений мы получили отсутствие опухолевых клеток, вводили ронколекин, и через месяц мы увидели такую картину полного ответа. Пациент был активен, хорошо себя чувствовал, и дальше пациент получал таргетную терапию, прожил еще после этого лечения с отсутствием рецидива плеврита 1 год и погиб, к сожалению, от метастазов в головной мозг. На данном слайде также пациент аденокарцинома легкого. Это пожилой пациент, у которого были метастазы в противоположное легкое, метастатический плеврит. Пациенту была дышка, явление дыхательной недостаточности. Пациент, дочь привезла к нам на каталке. Мы, естественно, не дожидаясь, стали проводить лечение, получили через месяц ответ. Далее пациент получал химиотерапию без эффекта, но мы определили ему мутацию гений ЖФР и назначили препарат РС. И пациент прожил, этот пациент прожил в течение двух лет. У вас одна минутка. Я понял. Та же самая ситуация была и с асцитами. Мы при сравнении двух групп, аллогенные клетки и монотерапия интерлекино-2, мы не увидели достоверной разницы в эффектах. Также мы у больных ракомедичников увидели по медианным значениям тенденцию к снижению маркера СИА-125 в крови. То же самое, это клинические примеры. Наличие конгломератов опухолевых клеток, наличие единичных лимфоцитов. В середине, в конце лечения и у больных раком желудка, и больных ракомедичников мы не видели опухолевых клеток в большинстве и выраженные, так сказать, верные лимфоциты. Также по ультразвуку артикотини мы замечали не только регрессию асцита, но и уменьшение макроочагов на брюшине. Самая большая группа из всех, кого мне удалось найти в литературе, это пациенты с перикардитами. У нас была самая большая группа. Также они были разделены на две группы. Это интерлекин-2 с лаклетками аллогенными против монотерапии интерлекином. Как вы видите, были достаточно тяжелые пациенты. 90% находились ЭКОК-2, ЭКОК-3. Все были предлечены. У всех было минимум две линии системной терапии. И также эффект был примерно равный достоверные данные по эффективности. По побочным эффектам гематологические, нефрогепаты и других видов токсичности, которые бывают на химиотерапии, в процессе лечения иммунотерапии не было отмечено. Были у большинства гипертермия, общая слабость. Но это, я бы не сказал, что это какой-то побочный эффект, это сопровождение запуска иммунной системы. То есть на любые иммуномориаторы дают такие эффекты. И в заключение, я хотел бы сказать, что внутриполосная биотерапия обладает высокой эффективностью и хорошим профилем переносимости у больных с опухолевыми сирозитами, резистентных к системной терапии, а также у ослабленных пациентов и у больных с индивидуальной непереносимостью статиков. Такие тоже встречались в нашем исследовании. И биологическую терапию возможно начинать с внутриполосного введения рекоменданта метроликина-2 в монорежиме, поскольку он показал равную эффективность в клеточной терапии. А при отсутствии эффекта можно будет добавить в лечение уже клеточную часть. И в заключение, я хотел бы сказать, что у нас вышло две монографии. Одна на английском языке, другая на русском языке, которая, кстати, в доступе есть, ее можно приобрести. И по данной работе было опубликовано 37 научных работ. Подавляющее количество было в журналах, в акроцензируемых. Спасибо за внимание. Константин Сергеевич, один вопросик, пожалуйста. У нас просто мероприятие после окончания, а мы перебираем сейчас уже больше 10 минут. Спасибо.